Оливье, свёкла с сыром, зелёный и фруктовый. На выбор у ребят 4 вида салатов, а ещё по 2 вида супов и вторых блюд разнообразие выпечки. В столовой 76-й школы такое обширное меню не единичный случай, а обыденность. Школа ещё 7 лет назад перешла на систему питания «Шведский стол». Дети сами выбирают, что хотят сегодня на обед. Если он выбрал, он всё это съест. Самое главное, что ребёнок всё съедает, отходов нет. Я думаю, что за шведским столом это будущее. Мы вначале, когда организовали шведский стол, то мы только пользовались шведским столом учащихся 9-10-11 классов. А потом со временем стали привлекать 8-е классы, 7-е, а сейчас уже и 6-е классы у нас, которые обучаются во вторую смену, они тоже пользуются шведским столом. В школе учится больше 1200 ребят. Из них лишь младший блок не питается по шведскому меню. Для них предусмотрены бесплатные обеды по президентской программе. А взрослые сами составляют свой обеденный рацион. В столовой я питаюсь каждый день. И вот нельзя не отметить разнообразие нашего шведского стола. Каждый день мы можем выбрать из нескольких позиций как первых блюд, так и вторых – выпечки, напитков и салатов. Именно это вносит разнообразие в наше питание и помогает справляться со всей учебной нагрузкой, которая стоит перед нами, как учениками. Готовят школьные повара только из качественных продуктов. За этим следят руководство школы и менеджер по качеству. Через автоматическую систему «Меркурий» отслеживаются все видсправки и декларации. Плюс родители регулярно приходят на дегустацию блюд. «Любят тушеное филе в сметанном соусе, жаркое очень любят. То есть, сейчас скажу, из-за пеканка, омлет. Дело в том, что у нас все идет в парконвектомате, оборудование немецкое, итальянское. Поэтому выходит все на пару. И дети очень… Макароны, естественно, картофельное пюре – это однозначно». Зарекомендовавшую себя систему намерены применять и в других учреждениях образования. Пока такой формат работает в столовых 27 школ. Как заявили в управлении образования, меню будут прорабатывать с учетом предпочтений учащихся, а также в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Санпин относительно количества калорий и питательных веществ в рационе школьников.